МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как в школе, чиновники Ненецкого округа получили оценки от населения за свою проделанную работу. Кто отличник, кто хорошист, а кто двоечник, расскажем чуть позже. Легким движением тяжелой техники в историю уходят знаменитые деревяшки. На центральной улице города сносят ветхие здания. Венеция по-наринмарске. Жители одного из домов чувствуют себя настоящими итальянцами. Правда, сами они этому нисколько не рады. Даже наоборот, почему, расскажут наши корреспонденты. Жители региона поставили свои оценки за деятельность чиновникам, главам города и района. В округе завершила работу виртуальная система мониторинга деятельности органов власти. Проголосовать в интернете мог каждый. Результаты опроса показали. У жителей к работе чиновников опросы есть, причем немало. В первую очередь, они связаны с качеством дорог и организацией энергоснабжения в населенных пунктах. Исследование проводилось в течение месяца на сайтах администрации НАО и муниципальных образований. Результаты опроса показали. Организации работы общественного транспорта в Наринмаре удовлетворены всего 52% горожан. Такое же количество жителей окружной столицы устраивает уровень организации теплоснабжения и водоснабжения в городе. Почти 80% наринмарцев удовлетворены тем, как в заполярной столице проходит снабжение жилых домов газом. А вот состоянием наринмарских автодорог недовольны 93%. Почти 24% опрошенных не устраивает, как организована транспортная логистика между городом и населенными пунктами. Напомню, исследование проводилось в рамках исполнения указа президента об оценке эффективности органов местного самоуправления, городских округов и муниципальных районов. Тем временем старый Наринмар уходит в историю. На центральной улице города начали сносить ветхие строения. Под тяжелую технику попали деревянные дома номер 10 и 21, что на улице Смедовича. Напомню, эти жилые объекты были расселены еще несколько месяцев назад. Работы по сносу выполняют подрядные организации местных предпринимателей. Это общество Альфа-сервис и П. Филиппова. Планируется, что здания уберут раньше срока, обозначенного в контракте, то есть до 1 августа. Ряд домов, расположенных на так называемом Арбате, 7, 9, 14, 17 и 32 сноситься не будут. Так решила городская администрация. Чуть позже строение реконструируют. Помимо этого, в ближайшее время планируется ликвидировать расселенные ранние постройки. Признанные непригодными для проживания. Это Рыбников 8 и 60 лет октября 52. Всего за 2014-2015 годы снесут 57 многоквартирных домов. Правда, пока одни жители округа отмечают новоселье, другие о нем только мечтают. Обитатели дома 5Б по улице Озерной бьют тревогу. Ветхое строение буквально стоит на воде. Кривые стены, прогнившие полы и неприятный запах. Именно так они описывают место, где им приходится существовать. Подробнее об этом расскажет моя коллега Ирина Цепетова. Этот дом в прямом смысле стоит на воде, а точнее на сточных водах. В подъезде ощущается неприятный запах канализации. Жители говорят, что под зданием плывун, то есть разжиженный водой грунт. Поэтому фундамент гниет и тонет. Постепенно прогибаются стены, уезжают полы. Под воздействием гнутся даже металлические трубы. Ну что, дом едет он, везде дырки, вон, сами ремонтируем тут все практически. Ремонт дома делал, делал, ничего толку. Все поехало. Вон в угол все осыпается, все сыпется. Там под низом, потом залезем, там посмотрим. Тут дырка в септике, там брус поломанный. Дом просто проваливается. Медленно, но уверенно здание деформируется и приходит в негодность. В септике пробоины, а местами труб вообще нет. Источные воды льются прямо под здание. Ремонт в таком помещении делать бесполезно, уверяют жители дома. Дверь в новую поставил, в три недели уже началась скрипеть. По коробке видно, что она стала немного кривая. Пусть он проседает. У меня даже полы, но все эти попытки тщетны, потому что все это все равно заново опять начинает прогневать. Один из местных жителей показал нам, как это выглядит изнутри. В подполье темно, снять все происходящее нам, к сожалению, не удалось. Впрочем, зрелище не из приятных. Запах ужасный, из квартир сюда сливаются все отходы. Все под домом летит просто-напросто. Канализации нет. На последнем собрании собственников жилья на роль управляющего была выбрана Людмила Кулижникова. Жители двухэтажки предоставили ей все фотографии под поле. Далее информация была передана в службу заказчика. Вот только не все зависит от управляющей организации, уверяет Людмила. В администрации поселка как они решат, так и будет. Но, конечно, чисто визуально, если бы они приехали и сами посмотрели все это, то, конечно, они бы приняли решение о том, что дом подлежит сносу. Само санитарное состояние дома, конечно, очень плохое. И люди надеются на улучшение. По словам управдома, служба заказчика проинформирована о состоянии жилплощади. В ближайшее время все проблемы будут зафиксированы и решены, уверяет староста дома. Жильцами также написана и заявка в санобидемстанцию на обработку помещения против грибка. Ирина Цепетова, Роман Рычков, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Вот что увидите дальше. Хорошая новость для любителей рыбалки. В Неницком округе теперь официально можно ловить ценные породы рыб. Правда, выполнив определенные требования. Выпил, упал, оказался в больнице. В столице региона за прошедшие выходные произошло два ДТП. Оба с участием мотоциклистов. Компания «Красный город» приглашает выбрать тур на бархатный сезон. Осенние каникулы и Новый год. Авиа, ЖД-билеты, страховки, визы без покупки тура. Выбери свой достойный отдых в надежном туристическом агентстве «Красный город». Улица Ленина, 31. Акция для рекламодателей «Лето на севере». Получите 90 выходов в вашей рекламы на телеканале «Север» всего за 10 тысяч рублей. Уникальное предложение. Срок проведения акции до 31 июля 2014 года. Расскажите о своих товарах и услугах. Не упустите свой шанс. Подробности по телефону 217-17. Мы продолжаем. Ловись рыбка большая и маленькая. В регионе официально открыт сезон лова семги и горбуши. Правда, только любительского. Об этом сообщает Управление агропромышленного комплекса и торговли. Ловить ценные породы, а именно семгу и горбушу, можно на рыбопромысловых участках городской и Чайкино. Именно они специально предназначены для любительской и спортивной рыбалки. Правда, без специальной путевки заниматься выловом обитателей Печоры запрещено. Получить документ можно в Нинецком отделении Севрыбвод. По путевке разрешается за сутки поймать одну семгу и 5 килограммов горбуши сетью с ячьей от 45 до 70 миллиметров. При этом длиной не более 50 метров на одного рыбака-любителя. В ближайшее время начнут выдавать разрешение и на вылов Сега, а также других видов рыб. ДТП с участием трех автомобилей произошло в центре города. Когда пострадавших, к счастью, нет, зато незначительные повреждения получили транспортные средства. Впрочем, водители, которые находились за рулем, даже не имея водительского удостоверения, никто наказывать не стал. Вместо штрафа автолюбителям дали наставление и ознакомили с правилами дорожного движения. На площади Мораций прошла акция «Юный водитель». В дорожном ликбезе участие приняла и моя коллега Алина Ваучейская. Ей слово. Грудь и спина для водителя стена. Эту фразу знает, пожалуй, каждый автомобилист. А вот для юных автолюбителей сигналы регулировщиков новинку. На проезжей части, пусть и импровизированные, то и дело образуются дорожные заторы. Но после небольшого ликбеза в части ПДД движение нормализуется. В автомобильной пробке оказался и четырехлетний Артем Ильин. До получения водительского удостоверения маленькому автомобилисту еще далеко. Однако это не мешает мальчику изучать правила дорожного движения уже сейчас. А когда вылезешь, будешь водить? А правила дорожного движения знаешь? Пока нет. А вот здесь вот что делал? Узнал. А что именно узнал? Да, надо ездить. Приучать к соблюдению правил дорожного движения нужно с самого раннего детства, считает мама Артема Лариса Асоловская. Именно поэтому их семья решила поучаствовать в акции «Юный водитель». Это развитие наших детей. Ну, это помощь в том, чтобы они правильно вели себя на дорогах. Я думаю, что это очень надо. Дорожные знаки, разметка, светофоры, зебры, пешеходы и даже настоящий инспектор ДПС. Все условия по максимуму приближены к реальным. Правда, за нарушение малышей никто не наказывает. Ведь главная цель акции – ознакомить юных водителей с правилами дорожного движения и снизить детский травматизм на дорогах. Мысль была такая, что дети с раннего возраста, пускай не боятся человеку в форме, соблюдают правила движения. Мы все видим, что они, в общем-то, нормально на это реагируют. Кстати, знания маленьких водителей оказались на довольно высоком уровне. Если на автодроме ребята чувствовали себя не совсем уверенно, то на лекции по ПДД каждый из них показал весьма отличные знания. Честно сказать, лично сегодня я удивился. Дети, я скажу, знают. Хорошо знают правила дорожного движения. Есть, конечно. А вот в каком месте надо переходить в проезжую часть, то есть что такое зебра, тоже они, в принципе, это все знают. За свои знания маленькие автомобилисты получили приятные подарки. Совместными усилиями сотрудники ГИБДД и Комиссии по безопасности дорожного движения Ненецкого округа еще раз показали и доказали, что безопасность на дорогах напрямую зависит от знаний ПДД. А вот некоторые водители правил дорожного движения явно не знают. За прошедшие выходные в столице округа произошли два ДТП, причем оба с участием мотоциклистов. Первая авария произошла в субботу на улице Рабочая. Мотоциклист не уступил дорогу другому участнику движения, в результате чего врезался в автомобиль. На место происшествия выехала следственная оперативная группа, бригада скорой помощи и сотрудники МЧС. В приемный покой окружной больницы доставлен водитель мотоцикла, молодой человек, 86-го года рождения. Уже на следующий день в районе городского моста мотолюбитель не справился с управлением и вылетел на обочину. Вместе с ним на мотоцикле находились еще и пассажиры. Мотоциклом управлял молодой человек, 96-го года рождения. С ним находилось еще два пассажира. В результате опрокидывания в приемный покой доставлены два пассажира мототранспорта. Как выяснилось чуть позже, водитель не имел прав на управление техникой, да еще и за рулем был пьян. Проверка показала, мотоцикл перед ДТП был угнан. Сейчас мы снова прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь, оставайтесь с нами, будет интересно. Собака лучший друг спасателей. В МЧС появился необычный помощник. Его главное оружие – собственный нос. С Гран-Тан так зовут собаку познакомилась Алина Ваучейская. Субтитры создавал DimaTorzok Желаем вам приятного просмотра! Акция для рекламодателей «Лето на севере». Получите 90 выходов вашей рекламы на телеканале «Север» всего за 10 тысяч рублей. Уникальное предложение. Срок проведения акции до 31 июля 2014 года. Расскажите о своих товарах и услугах. Не упустите свой шанс. Подробности по телефону 217-17. Мы продолжаем наш выпуск новостей. Продолжается подготовка к окружному летнему слету «Звезда». Он пройдет в районе озера Харитоновка с 18 по 24 августа. Ибо участниками могут стать подростки от 14 до 18 лет. Молодежный слет «Звезда» ежегодно собирает порядка 30 юношей и девушек из Наринмара и сельских поселений. К участникам слета присоединяются представители патриотических объединений Ненецкого округа. В рамках слета будут проведены мероприятия по физической подготовке, организация военно-тактических игр, проведение интеллектуальных занятий и акции «Экологический десант». Во-первых, организация досуга детей, которая сейчас в летний период, многие, может, не знают, чем заниматься. Во-вторых, все-таки и пропаганда здорового образа жизни, и пропаганда патриотического направления. Ну и обучение, навыкам, которые могут пригодятся когда-нибудь в жизни детям, выживание в природных условиях. Жить ребята будут в палатках, питаться, приготовленной на костре пищей. Заявки на участие принимаются до 7 августа, включительно в Центре поддержки молодежных инициатив. В выставочном зале жителей и гостей города ждут 22 картины. Кисти Александра Сайкова, директора выставочного центра Санкт-Петербургского отделения Союза художников России. Скромная и компактная, так говорит о ней автор Александр Сайков. Выставка состоит из 22 картин. На них природа бескрайнего русского севера. Об этом можно догадаться по неяркой и благородной палитре цветов. Все работы написаны акварелью и только по натуре. То есть художник пишет картины, не сидя в мастерской, а делает это на природе. И что самое символичное, только на севере. Почти 10 лет Александра Сайкова тянет именно в эти края. На его акварелях Карелия, Белое море, Ямал, Полярный Урал. Скоро коллекция может пополниться пейзажами и вашего края, признается художник. В следующий раз, может быть, мы когда приедем на пленэр, будет времени побольше. Мы уже посмотрели здесь очень красивые места на Куе, на Печоре и в Тундре. Мы езжали в Тундру, посмотрели очень красивая природа. Я думаю, мы здесь еще поработаем. В следующий раз покажем уже природу Нарьенмара. Замечательные северные пейзажи можно увидеть в выставочном зале культурно-отделового центра Арктика до 15 сентября. Кстати, вполне северный пейзаж жители региона могут увидеть и из окон собственной квартиры. Сильный ветер, дожди и даже гроза ожидаются на этой неделе в некоторых районах Ненецкого округа. Спасатели в эти дни просят быть предельно внимательными, особенно тех, кто находится на воде. По прогнозам, скорость ветра может превышать 20 метров в секунду. Ну а в общем, приятных сюрпризов погода нам точно не готовит. О том, какой она будет в ближайшие дни на территории региона, расскажет Вера Волик. А в Наринмаре завтра облачно с прояснениями ночью и днем небольшой дождь. Ветер южный, порывы до 12 метров в секунду. Воздух прогреется почти до 20 градусов тепла. В рядах спасателей пополнения у сотрудников МЧС появился бесценный помощник. Сейчас ему чуть больше полугода, но он уже подает большие надежды. И, как уверяют спасатели, пёс в случае необходимости будет готов прийти на помощь. С необычным сотрудником познакомилась и наша съемочная группа. Бодрый, красив собой и пока еще немного неуклюжий. И хотя ему всего 8 месяцев, назвать щенком его сложно. В спасательном отряде у немецкой овчарки будет своя специальность – находить людей, к примеру, заблудившихся в лесу. Вот этого четвероногого спасателя зовут Грант. Он же умеет выполнять все команды. Например, Грант, лежать. Лежать. Сидеть. Грант, сидеть. Умница. Ну и спасатели возлагают на него большие надежды. Его главное оружие – собственный нос, уверяют спасатели. Грант уже освоил общий курс дрессировки. Теперь ему предстоит повысить свою же квалификацию, после чего четвероногий спасатель сможет проявить себя на боевом задании. Ну, кто-то заблудился, кто-то потерялся, кто-то замерз на улице зимой. Эта собака, все-таки, обоняние у них лучше, чем у нас. Они могут найти так же, как в завалах, так и в савробах людей. И так же в лесной местности. Человек лежит где-то, мы не услышим и не увидим. Собака унюхает и найдет. В спасательном отряде для Гранта планируют приобрести тренировочный комплект – городок с различными препятствиями. В его необходимости никто не сомневается. Лишь благодаря упорным тренировкам и необходимому инвентарю собаку можно научить столь ответственной работе. Ну, а пока пса тренируют в лесу на открытой местности. Полезно и эффективно. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»